Добрый день! Сегодня 15-я годовщина смерти Равшаха. И я очень хорошо помню эти похороны, когда мы шли в пятницу по четвертой дороге от выезда из Бны Брака в сторону Иерусалима, потому что выехать не было на автобусах невозможно. Прошли, в какой-то момент потом сели на машину, поехал. Жил я тогда в Рамоте. Приехали мы, достаточно успели приехать перед Шаббатом. Да, 15 лет уже прошло, как один день, что называется. Одна мысль. Равшах нас научил в своем завещании, что даже одна мысль по мусару, она есть для его души подъем. Это будет плата, мне так он написал, то есть мое вознаграждение за то, что я старался для вас. Вы учите для меня одну мишну или одну мысль мусара? Одну мысль по исправлению каких-то своих качеств, усилению в трепете перед Всевышним, какой-то момент укрепления в исполнении заповедей, в исполнении законов. Все вот эти моменты Равшах говорит, хотя бы одна. Одна мысль от любых учеников, которые известны ему. Или даже учеников-учеников, то есть нас он не знал, но мы ученики его учеников. Так вот, одна его же мысль. Пришел к нему как-то человек, который занимался приближением евреев к Торе. Равшах уже был очень старенький, очень слабенький. И он начал ему рассказывать, что вот он открыл там семинар в одном городе по изучению Торы среди людей, которые раньше не соблюдали. Семинар в другом городе. Равшах расплакался. Он говорит, этот человек Рав Либерман спрашивает, а что, почему Рав так реагирует? Он говорит, какой город здесь близко, рядом с Желобной Браком, в Желобной Браке? Он говорит, Рамадган. Он говорит, нет, чуть дальше. Тель-Авив. Он говорит, сколько людей в Тель-Авиве соблюдают шаббат? Сколько одевают филин? И продолжил плакать. И как бы все, на этом их общение закончилось. Я не знаю, как получилось. То ли он, Равшах, уже не принял его, то ли Равшах уже в тот момент не мог пояснить себя. Не знаю, почему. Но этот человек рассказывает Рав Либерман, что он пошел к Равхайму Каневскому до продлицы Всевышнего года. И спросил на него, что имеется в виду? Что Равшах? Почему Равшах расплакался? Я ему рассказывал такие хорошие вещи, что я открыл один семинар, открыл другой семинар. Он мне говорит, спрашивает меня, сколько людей одевают филин в Тель-Авиве, сколько людей соблюдают шаббат в Тель-Авиве, и продолжает плакать. Равхайм Каневский объяснил вот так. Равша хотел тебе сказать такую вещь. Ты хочешь почивать на лаврах? Ты удовлетворился, что сделал одно хорошее дело, другое хорошее дело? Не останавливайся. Продолжай. Все то время, пока еще в Тель-Авиве останется хотя бы один человек, который не соблюдает шаббат, и не одевает филин, ты должен продолжать. Должен не останавливаться. И не нужно почивать на лаврах и радоваться достигнутому. Типа, все, мы свободны от этого. Тут все, до этого слова Равхаима Каневского. Теперь добавляю я, ваш малый покорный слуга. Что имеется в виду? С одной стороны, Равшах не имел в виду, что нельзя быть удовлетворенным своими удачами и не благодарить Всевышнего за ту заслугу, которую он тебе уже дал с теми людьми, которыми ты занимаешься. Да? Человек должен понимать, что то, что он делает, это огромная заповедь. Но человек должен понимать, что останавливаться на продвижении в духовном нельзя останавливаться никогда. И удовлетворяться каким-то уровнем удачи в духовных достижениях не нужно. Потому что в духовном нет границ. Духовное бесконечно. И если ты смог приблизить к Всевышнему кого-то, старайся и двигайся дальше вперед и никогда не останавливайся на достигнутом. Потому что все то время, пока еврейский народ нуждается к возвращению Всевышнему, раз у него, да и до сих пор в Талеве люди, которые не соблюдают шабат и не одевают туфелин, то останавливаться нельзя. Большое спасибо.